Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня я хочу вам рассказать за тонкие, ну и стандартные изменения, о которых вы могли не знать, которые произошли между Skyrim Special Edition и стандартным ванильным Skyrim. Обожаю играть за оборотня. Блин, это так круто! Это какая-то дополнительная мощь, скорость! Ты просто становишься невероятным зверем. Но, друзья, если вы в стандартном Skyrim превращаетесь обратно, то у вас совершенно нет одежды. Вам приходится опять заходить в инвентарь, опять всё одевать, а иногда, например, на вас сразу кто-то налетает и убивает. Блин, как у меня часто такое было. Если же вы играете в Skyrim Special Edition... Блин, я помню, из-за этого персонажа ещё играл в своём прохождении. То здесь, друзья, есть кое-какие изменения. Теперь, теперь, если вы превращаетесь обратно, то вся одежда, все кольца, полностью весь сет остаётся на том же самом месте. Блин, я долго этого ждал. Да, ребят, Special Edition теперь нам не нужно опять всё одевать. Это, друзья, стандартный ванильный Skyrim. На самых высоких, блин, настройках. А сейчас я включу такую же сцену, но только на Special Edition. Я думаю, разницу вы уже увидели. В Special Edition даже дракона видно вдали. Дальность прорисовки просто... Обалденная. Давайте здесь посмотрим. Возле камней-хранителей. Окей, это стандартный ванильный Skyrim на фулл настройках. Да, смотрится бомбезно. Но... Да, Special Edition. Господи, в Special Edition картинка просто... Обалденная. Ну, конечно, всё это можно добиться и модами, но их нужно устанавливать и париться. История от Стражника. Друзья, теперь мы рассмотрим Дождь. Это стандартный ванильный Skyrim. Максимальные настройки. И, как вы видите, Дождь проходит сквозь текстуры. Чёрт! Как это мне постоянно бесило! Я не знаю, ну, блин. Это огрешности движка. После того, как его подпилили на Special Edition, такого уже нет, друзья. Теперь вы можете спрятаться под крышей любой, и Дождь не будет вас доставать. Конечно же, это было изменено в каком-то моде, но, друзья, вы будете сейчас искать среди тысячи модов тот мод? Дай-ка, кто-то украл твой сладкий рулет. Блин, обожаю этих Стражников. Они заряжают. Так что, друзья, вот. Вот крутые изменения по поводу Дождя. Блин, ну, это круто! Друзья, теперь мы рассмотрим фокус. В Skyrim Special Edition был добавлен фокус. И, как я считаю, это лучший фокус среди каких-то, какие только были. Они были раньше, можно было установить с помощью мода, они были различные. Ну, блин, я когда себе поставил, они меня жутко бесили, потому что они работали, ну, как-то не так. Между прочим, в Special Edition вы можете в настройках зайти и поменять глубину резкости. Вот, смотрите, вот так вот будет выглядеть стандартный ванильный Skyrim. Полностью, полностью без фокуса. Ну, как-то не то, да? А теперь давайте сделаем, ну, чуть-чуть. Небольшой фокус. Так же в настройках. Вот. До половины. Достаточно. И теперь он небольшой. Но даже самый максимальный работает просто супер. Друзья, я думаю, многие помнят эту сцену. Это стандартный ванильный Skyrim. Ничего такого особенного, да? Ну, просто стандартные вещи. Хм, которые можно украсть, потом продать, или просто их одеть. Погоди-ка. Но если вы проходите эту же сцену в Skyrim Special Edition, то здесь вещей уже больше, друзья. Вы теперь можете снимать с него капюшон. Да, казалось бы, мелочь, но... Блин, сколько этих мелочей в Skyrim Special Edition. Если кто-то еще что-то такое особенное заметил, то обязательно, обязательно напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно посмотреть. Ну, зацените. Ну, блин, класс. Класс, класс, класс. Стандартный ванильный Skyrim. Блин, вот эти вот горы, которые мигают, и ты смотришь на них, и, блин, думаешь, ну, блин, почему? Почему, почему, почему? Я раньше думал, что это связано как-то с настройками, но это у меня максимальные настройки. Эти горы постоянно мигают. Special Edition, друзья. Они уже не мигают. Да, это связано с тем, что новый движок, он более проработанный, и теперь вы не увидите такого мигания в Special Edition. Блин. Ну, казалось бы, мелочь, но добавляет свою атмосферность в игру. Друзья, это стандартный Skyrim. И все мы помним, если игру случайно свернуть, и опять ее развернуть, то появляется мышка на экране. Блин, как это меня бесило. Ребят, в Special Edition вы можете сворачивать сколько угодно, и мышки уже не будет. Теперь, друзья, давайте поговорим о воде Skyrim. Да, в Special Edition она была изменена. Но сейчас я бегаю по ванильному Skyrim. И знаете, что мне больше всего бесило всегда? А то, что вода выходит под текстур. Вы посмотрите, два направления. Одно направление идет ровно, вроде бы, по речке, а второе, оно как-то с текстур, наискосок, как будто какое-то второе направление. Если же мы рассмотрим Skyrim Special Edition, то это все исправлено. Да, 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 да. Нет второго направления. Все более ровненько, все более аккуратно. Ну, конечно, это связано с тем самым подпиленным движком, на котором идет Skyrim Special Edition. Давайте вот еще один пример. Ну, вот, посмотрите. Два направления. Первое направление это от водопада, вроде бы, правильно. А второе, это прям с меня обратите внимание, как бы, вот эти вот блестящие части. А вот, смотрите, теперь Special Edition. Все гладенькое, все более ровно, без каких-то либо изменений и нет, нет второго направления. Черт, ну, это классно. Это классно, что подпилили вот такие вот нюансы. Кстати, есть еще какой-то мод, который это все исправляет в ванильном Skyrim. Блин, этот дракон, обожаю их. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если вы знаете еще какую-то разницу между Skyrim Special Edition и ванильным Skyrim, то обязательно напишите в комментариях. Я вас обожаю. Спасибо вам. И извините за этот голос, я простыл. Пока.